Этот законопроект затрагивает интересы огромного количества мелких и средних предпринимателей, прежде всего работающие в торговой системе. Речь идет о десятках, сотнях, возможно миллионах владельцев малых магазинов. Дело в том, что на заре рыночной экономики очень много людей двинулась в сторону малых предпринимателей, прежде всего торгового. Возникли так называемые магазины шаговой доступности. Мелкие магазинчики, в которых существует необходимый набор товара для того, чтобы человек, выйдя из подъезда, через три минуты зашел, купил то, что ему нужно и по зимнему холодку, так сказать, быстро-быстро вернулся домой. И вот эти магазины расплодились, их возникло немалое количество и они успешно существовали. Это был достаточно широкий слой предпринимателей, и, по некоторым данным, в малом-среднем предпринимательстве задействовано 15-18 миллионов человек. В последние годы на территории нашей страны происходит мощнейшая экспансия разнообразных торговых сетей. Надо сразу же отметить о том, что эти торговые сети, как правило, имеют иностранцы-владельцы и доходы поступают туда. Но в практическом смысле появляется такое явление, когда за счет финансовых дополнительных возможностей, организационных и административных возможностей приходит некая торговая сеть или несколько торговых сетей, и они начинают за счет возможности снижения цен подавлять малый и средний бизнес. То есть он фактически лишается возможностей для своего существования за счет того, что его реально уничтожает вот этот самый крупный бизнес. Что происходит как результат? Люди лишаются работы, не только владельцы магазинов, но и те, кто работает в этих магазинах. И одновременно местные предприниматели, фермеры, которые поставляли мелкотоварную продукцию в эти малые магазины, они тоже лишаются работы, потому что крупным сетям такие поставщики, мелкие поставщики не нужны. Суть моего законопроекта заключается в том, что ни одна торговая сеть, доля которой на рынке того или иного региона или города муниципального образования превышает 10% или составляет 10%, не имеет права расширяться дальше. Но вопрос ставится шире. Он ставится таким образом, чтобы совокупность торговых сетей, а их ведь много, они конкурируют между собой, не имели права расширяться дальше 50% совокупной торговой выручки в данном конкретном регионе или в данном конкретном муниципальном образовании. То есть нужно оставить 50% совокупного торгового оборота за малым и мелким предпринимательством. Это колоссальная социальная проблема, помимо всего прочего. В данном случае речь не идет о неком благотворительности. Дело в том, что крупные торговые сети, помимо всего прочего, они выводят свои доходы в головные конторы, которые находятся или в Москве, а то и за рубежом. Тогда как малые магазины платят налоги здесь, на месте, там, где они работают. То есть это помощь на самом деле еще и регионам. То есть этот закон имеет свои цели не просто защиту малосреднего предпринимательства, а решение крупных социальных проблем создания рабочих мест и наполнения местных бюджетов дополнительными налогами. Один из аргументов за то, чтобы эти торговые сети работали в том или ином муниципалитете, является то, что они действительно снижают цены по сравнению с мелкими магазинами. Те вынуждены просто держать цен на достаточно высоком уровне, потому что у них мелкосерийный оборот, они не могут себе позволить. Но мы должны прекрасно понимать о том, что произойдет, если все малые магазины будут уничтожены. После этого монополисты в лице этих торговых сетей совершенно неизбежно будут повышать. То есть монополия сначала уничтожает мелких конкурентов за счет дембинга, искусственное снижение цен. После того, как конкуренты уничтожены, начинается рост цен. Как решать эту проблему? Мы не говорим о том, что не должно быть этих самых крупных магазинов с более дешевыми ценами. Но выведите их за пределы городской черты. Если кому-то нужно раз в неделю отовариться, он может и хочет съездить за пределы города, пожалуйста. Но магазины шаговой доступности должны сохраниться и с точки зрения удобства потребителей, и с точки зрения создания рабочих мест, и с точки зрения сохранения местного предпринимательства и фермерства.